Нет, 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 свободно не могу. Будет лучше на русском. Да. Мы сейчас находимся в институте Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, отдел географии полярных стран. Я по профессии гидролог, инженер-гидролог. Но когда я поступила работать в этот институт, я сразу же влилась в ряды шпицбергенской экспедиции. Шпицберген, Свальбард. И в связи с тем, что Свальбард или Шпицберген – это такая ледниковая, скажем, страна, я немного перенаправила свою деятельность с гидрологией на гидрологию ледников. Ну и также очень много приходится заниматься снегомерными исследованиями, снежными, исследованиями снега. То есть вот наша экспедиция, она, как правило, два раза в год мы выезжаем на Шпицберген. И вот сейчас в апреле мы уезжаем на измерение снега, различные параметры снега. А летом вот как раз занимаемся изучением тайны ледников и стоком с ледника, это речной сток с ледника, его объемы и как он влияет на фьорды, на расплеснение точек. Вот, смотри, летом я занимаюсь масс-балансом ледника, масс-балансом наблюдения. Что это дает? Как быстро тает ледник? Быстро ли он тает или наоборот, нарастание идет его? То есть это климатические параметры на самом деле, как все это быстро. Ну и вот снегомерные измерения, вот апрельские, они тоже являются частью масс-балансовых наблюдений. А летом мы измеряем вот скорость таяния ледника, да, и как вода, талая вода перемещается по леднику. Вы знаете, там каналы всякие, стока. Да, да. Значит, наша экспедиция начала работу там с 2002 года. То есть у нас не такой долгий, ну длинный период наблюдений. Но, тем не менее, вот что интересно было, что до 2009-2010 года мы наблюдали очень быстрое отступание ледникового фронта. У нас там пару ледников. Отступание и понижение поверхности. Были у нас зарегистрированы до 2 метров с половиной, 2 метра с половиной в год. Ну, за летний период на нижних точках ледника. Да, то есть до высоты 100 метров над уровнем моря. Существует же высотное зависимость. Чем выше, тем меньше тает, естественно, потому что температура воздуха, чем выше, тем ниже она. Весь снег, вот, например, который выпадал за зиму, за зимний период, это с сентября по, ну, июнь, середина июня, вот этот весь период, весь снег выпадающий, это где-то, ну, тоже метра два выпадает снега там. А вот сейчас, вот последнее время, последние два года, три, мы заметили, что на верхних частях ледника, то есть это в районе 350 метров, 400, то есть там остается уже снег. То есть у нас идет стабилизация, то есть он, не вся его поверхность, как раньше, вот в прежние годы таяла интенсивно, какие-то части остаются уже со снегом, то есть идет какой-то даже, ну, маленький-маленький рост мощности. Нет, думаю, что не антропоген, нет. Ну, мы, речь идет о Шпицбергене, Суальбарде. На самом деле он же, ну, это там Шпицберген, карта Шпицбергена. Гольфстрим имеет несколько же ответвлений, он уходит сюда на восток к нам, и есть западно-шпицбергенское течение, ветка Гольфстрима. Да, и у нас вот в составе экспедиции также есть океанологи, которые изучают влияние вот этого западно-шпицбергенского течения, ветки Гольфстрима, на вот наши ледники, ну, или просто на внутренние фьорды. И вот у нас, да, вот замечено было, что иногда в летний период заходят теплые воды, и их можно зарегистрировать на поверхности воды, водной толщи, и есть какая-то теплая волна. Но теплая, это имеется в виду, если так, как 4 градуса, то это 6 градусов, но все равно это значит, что есть теплый сигнал. Значит, сама экспедиция 2 раза в год, это весенний этап и летний. Изучение климатических изменений и метеопараметров в районе Шпицбергена, в общем-то, это такая вот глобальная. То есть, вот я говорила, что до какого-то периода, до 9-го года, 2009, мы наблюдали, например, в зимний период случались на Шпицбергене дожди.